Мы понимаем, что событие в Братской нам Республике – очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств. А угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве. Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой Центрально-Азиатской Республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника. Принятые по линии ОДКБ меры ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию. Не дали разгореться очередной цветной революции. Все, что произошло в Алматы, было бы по всему Казахстану. Переброска контингента стран-союзниц ОДКБ в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвостовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами России и Беларуси в течение одного часа. Был намечен замысел, и Министерство обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов. И уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний. Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых из дне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации договора о коллективной безопасности. Это первый случай, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств, членов этой организации. Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями. Конечно, воевать против нас дорого, очень затратно, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть и добиться тех же целей, они профессионалы. Но первый облом у них произошел в Беларуси, они модернизировались, усовершенствовали эту операцию так называемой цветной революции, начиная с мятежа, и решили применить в Казахстане. И там не получилось. Значит, противоядие найдено. Напомню, фундамент эффективного применения миротворческой группировки ОДКБ был заложен заблаговременно. Сплотить союзнические миротворческие контингенты, довести их слаженности взаимодействия до высокого уровня позволили учение «Нерушимое братство», которое ежегодно проводится на полигонах стран-членов ОДКБ. Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент организации способен быстро и эффективно выполнить любые поставленные перед ним задачи. Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армии и государств, членов ОДКБ с совместным действием по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности. Мы не могли бросить казахстанских друзей в беде. Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости советские люди рука об руку защищали общую родину. Так и сегодня, плечом к плечу, с братскими народами мы противостоим агрессору. Как говорится, не все еще потеряно в нашей памяти. Мы помним нашу совместную борьбу и будем помнить всегда для того, чтобы выжить в этом безумном бесчинствующем мире. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать все для сохранения безопасности и мирного неба над головой.